Добрый день, друзья! Подскажите, пожалуйста, кап у меня со звуком, всё ли в порядке? Отлично, благодарю, благодарю. Всё, мы хоть проверку делали, но тем не менее. Ну что, друзья, сегодня мы с вами поговорим об очень актуальной теме, которая актуальна вообще не только для тех, кто пишет диссертации, но и для тех, кто в принципе работает над научными текстами. Может быть, это статьи, может быть, вы пока не решили замахнуться на такой амбициозный труд, как диссертация, но тем не менее уже пишете статьи, может быть, припринты, может быть, монографии. И, соответственно, вот с этой ситуацией можете столкнуться. Когда нам нужно понять вообще, какие у нас права, как у автора, какие права у авторов других, и, соответственно, как мы должны по отношению друг к другу себя вести, чтобы не создать проблем ни другому автору, ни себе. Что сегодня мы рассмотрим с вами на вебинаре? Ну, у нас, опять, как всегда, много у меня для вас информации, поэтому первое, разберёмся с тем, что такое научная этика, правильно ли мы вообще себе это представляем. Второй вопрос. Поговорим именно о заимствованиях в научных текстах. Третье. Перейдём немножечко, переключимся на диссертацию, то есть как нам нужно делать оформление в диссертации, чтобы мы чётко показали, что вот это моё, это моя авторская позиция, а это текст другого автора. Ну и, естественно, коль скоро мы не только пишем диссертации, но и пишем статьи, у нас может создаться ситуация самоцитирования, и нам очень важно понимать, вообще есть ли там проблема, может, там вообще проблем нет. И если всё-таки там какие-то дискомфорты для нас, как для авторов, присутствуют, то как их можно обойти, и что делать, чтобы эту проблему самому себе не создать. Итак, начнём с первого нашего пункта, посмотрим на саму научную этику, на то, что это такое, и почему для нас это вообще важно. На самом деле, если мы говорим о нас как о исследователях, которые работают в определённых организациях, то очень часто мы можем столкнуться с тем, что в нашей организации есть некий нормативный документ, то есть физический документ, который нам говорит о том, что можно делать, что нельзя делать. И в этом смысле научная этика для нас, как для представителя вот этого учреждения научного или образовательного, будет требовать выполнять те какие-то установки, которые задаётся чаще всего это этический кодекс в организации, и, соответственно, мы должны как-то на него реагировать, и в рамках этого кодекса действовать. Но, безусловно, не все правила записаны, есть определённое понимание того, что такое вообще моральные принципы в науке, и, соответственно, даже если в вашей организации нет ничего подобного, мы с вами можем представить, что есть хорошо, что есть плохо с точки зрения научной этики, и как себя вести, чтобы быть всё-таки добропорядочным исследователем, никого, ничьи интересы не ущемить в процессе своих исследований и работы с текстами. Что здесь в качестве примеров может быть нарушений научной этики? Безусловно, это плагиат, о котором мы сегодня так или иначе будем говорить. Кроме того, бывают ситуации, когда в академическом сообществе существует не очень этичное поведение, связанное с тем, что человек, имеющий какое-то преимущество перед вами, он пытается им воспользоваться. Я в прошлом году, когда мы встречались по близкой теме, приводила пример в этом ключе, пример, связанный лично со мной, когда я писала докторскую диссертацию, мы с моим научным консультантом подготовили статью и отправили в журнал на рецензирование. И через какое-то время поступает звонок от рецензента с комментарием того, что статья ужасная, и поэтому, в общем, он хотел бы стать нашим соавтором. Ну, я, честно говоря, не ожидала такого звонка, и поэтому не всегда, не сразу была готова как-то на это все вообще отреагировать, потому что рецензент вообще-то не должен звонить тому, не должен знать даже, кого статью он рецензирует. И поэтому я как-то удивилась этой логике, если статья такая отвратительная, зачем же вы хотите стать нашим соавтором? Поэтому в противном случае, если не так, то он даст отрицательную рецензию на нашу статью. Да, такое вот бывает. Мы можем встретиться и как автор, и как человек, который пытается свою статью подать, еще пока не являясь автором этого издания. Мы можем столкнуться с такой ситуацией. Некрасивая ситуация, тоже являющаяся нарушением научной этики, когда автор пытается выдать какие-то данные, не отвечающие действительности, как научный факт, как обоснованный факт, и, в общем-то, пытается ввести в заблуждение читателей научной общественности. Это тоже нарушение научной этики, хотя, казалось бы, вот это ж я ничьи идеи не беру. Ну да, это идеи мои, но если они не доказаны, не обоснованы, а я пытаюсь их показать как некий действительно научный факт, это тоже некорректно. Ну и часто мы можем встречаться с некоторыми проявлениями дискриминации, когда по нашему мнению или по мнению другого человека нас как-то дискриминируют. Например, мы не можем попасть в какой-то журнал, хотя мы считаем, что наша статья достойна, или мы сталкиваемся с ситуацией, что вы, например, написали опять же свою статью, а вам говорят, слушайте, на нашей кафедре, вот там Марья Ивановна давно не имеет публикации, давайте-ка мы ее припишем к вам с автора. Вот это тоже не есть правильно, потому что с авторством – это прекрасная практика, но с авторством должно происходить действительно совместно, вот это некое совместное творение над каким-то научным произведением. И чаще бывают ситуации, когда вот в такого рода дискриминационный момент попадают начинающие ученые, которые пишут статьи, а к ним приписываются те работники кафедры или научных учреждений, которые, ну, по тем или иным причинам не настолько активно занимаются сейчас научной деятельностью. То есть на самом деле нарушения научной этики – это не только плагиаты, поэтому я хотела бы сейчас привела эти примеры для того, чтобы вам было понятно, что это не только вот это явление. Будьте добры, друзья, напишите, пожалуйста, встречались ли вы с нарушением этики по отношению к себе, как к автору? То есть вот вы, не в смысле, что вы нарушили, да, а вот по отношению к вам кто-то. Может быть, вашу работу кто-то процитировал, назовем так, не назвав вас как автора. Может быть, вы встречались вот с подобными ситуациями, которые я сейчас назвала. Может быть, еще что-то, да, то есть вот примером дискриминации может быть отказ российским авторам в зарубежных журналах. Ну, Любовь Викторовна, да, может быть такое, но иногда это связано с тем, что мы просто там настолько, ну, разные подходы, что мы не всегда улавливаем, что они от нас хотят. Вот. Ирина Александровна, однофамилица моя, замечательно, очень приятно. Так, дипломную работу позаимствовала преподаватель, написала диссертацию. Видите, какая у вас замечательная дипломная работа оказалась. Работа и публикация под своим именем. Да, вот, то есть смотрите, на самом деле эта ситуация нередки. Понятно, о них неприятно говорить, и может быть, поэтому в чате кто-то сейчас не хочет об этом писать. Тем не менее, каждый для себя понял, сталкивался он с этой ситуацией или нет. И, безусловно, это очень неприятно, когда это происходит по отношению к вам. Поэтому, когда мы с вами осуществляем подготовку любого научного труда, мы должны об этом вспоминать, насколько это неприятно, и стараться по отношению к другим авторам себя вести тоже корректно. Так, Елена, каким образом лучше включать научного руководителя? Вы имеете в виду соавторы? Но на самом деле, если ваш научный руководитель с вами работает, вычитывает вашу статью, вносит комментарии, то он действительно ваш соавтор, и тут нет ничего страшного, если он им является и написан в статье. Под своим именем? Вроде нет, по крайней мере, мне об этом неизвестно. Но студенты, да, студенты иногда используют наши материалы. Это часто связано с тем, что, например, когда я работала в ВУЗе, я руководила студенческим научным обществом, понятно, что девушки, молодые люди, которые были участниками научного общества, они видели ту тему, над которой работаю я, и какие-то могли рядом стоящие темы брать или еще что-то, и поэтому у нас были какие-то совместные публикации, или они цитировали меня. Хорошо, если это цитируется, а не указывается без вашего авторства. Но сегодня мы все виды нарушения научной этики рассматривать не будем. Мы сегодня коснемся такого проявления, как плагиат. Плагиат — это умышленное или не всегда умышленное, кстати, бывает такое, но тем не менее, если мы возьмем определение того, что такое плагиат, то это все-таки умышленное действие, когда мы собираемся взять результат чьего-то научного труда и, собственно говоря, довести до других лиц этот текст с ощущением, что это текст наш. Что касается плагиата, вот этого явления, то, собственно говоря, это не только нарушение научной этики, это нарушение целого ряда законодательных актов. Я сделала специально вам скрин из сервиса «Консультант Плюс», для того, чтобы вы посмотрели, что вообще-то это дело серьезное. Возникает вопрос, если это так серьезно, почему это такое распространенное явление? Ну, дело все в том, что так называемый уголовный плагиат, когда человека могут осудить за это, его очень сложно доказать, и поэтому мы редко, когда идем, даже когда мы, например, обнаруживаем, что нашу статью кто-то позаимствовал или там фрагмент, или фрагмент диссертации, или еще что-то, мы, собственно говоря, не пойдем сразу же в суд. И поэтому нам нужно понимать, а существуют ли какие-то вообще организации, которые защищают права автора, и как это происходит. На самом деле, такие организации есть, куда мы можем обратиться. Они абсолютно разные, но тем не менее, тем или иным образом, они стоят на страже авторских прав. Я привела организации по мере их возникновения. В 2005 году появилась компания «Антиплагиат», которая предложила инструмент обнаружения текстовых заимствований. Этот инструмент постоянно модернизируется, обновляется, расширяются ее возможности и так далее. И несмотря на то, что для нас, как для авторов, для многих, сейчас слово «антиплагиат» звучит пугающе, потому что мы понимаем, что вот мою статью, мою диссертацию будут проверять этим «антиплагиатом», и вот он такой нехороший этот «антиплагиат», что-то там найдет. На самом деле, это, конечно, не так, потому что эта программа создана для того, чтобы и нас в том числе с вами защитить, и для того, чтобы поддержать вот эту академическую этику, для того, чтобы не было желания заимствовать текст неверным. Почему проблема возникает? Мы чуть позже разберемся. Проблема не из-за того, что есть такая компания или есть такой сервис. Есть еще одна компания, которая, сообщество, правильнее сказать, которая занимается выявлением тех авторов, поиском тех авторов, которые ведут себя неправильно, которые нарушают научную этику. И эта компания называется «Диссернет». она возникла в 2013 году, ведет активную деятельность. И все компании, которые я сейчас называю, они сейчас находятся в таком взаимодействии. И именно поэтому мы сейчас часто видим примеры того, что того-то уличили, этого уличили и так далее, потому что все-таки эта деятельность стала активно вестись. И если вы хотите себя проверить, вы можете воспользоваться сервисом вот этих компаний, посмотреть, что все, вы ничего не нарушили, все прекрасно и замечательно. Если же нарушили ваши права, потому что автор предстоит двух позиций, то у нас есть еще две организации, куда мы с вами можем обратиться. Во-первых, это Ассоциация научных редакторов и издателей, которая создана в 2015 году. И вообще задача которой, это как раз проповедование идей научной этики и защита интересов авторов. И если вдруг вашу статью кто-то позаимствовал, не указав вас как автора, то, соответственно, вы можете обратиться в эту организацию, они вам помогут и проконсультируют, как сделать так, чтобы восстановить свои права. Безусловно, это не судебная инстанция, но с точки зрения того, чтобы в научном сообществе какая-то справедливость восторжествовала, вполне они могут оказать вам содействие. Ну и в 2018 году создана комиссия Российской Академии Наук по противодействию фальсификации научных исследований. Она отделилась, то есть это специальная комиссия, которая создана внутри РАН, и к ним тоже можно обращаться. Еще раз повторяю, что вот эти организации взаимодействуют друг с другом, но если у вас с вами что-то подобное случилось, имеет смысл написать и туда, и туда. В данном случае здесь речь идет по последнему примеру организации, речь идет не о том, что у вас идею кто-то своровал, а о том, что вы чье-то исследование считаете не вполне научной. Вот, поэтому, безусловно, здесь вот такой немножко аспект есть, но тем не менее, вот волна абсолютно одна и та же, что научная этика, в том числе и качественные научные исследования, это важно. Так, Алина Владимировна, полная версия антиплагиат, это платный ресурс, он полноценно можно пользоваться, если подписка на него в организации. Да, можно пользоваться в организации, безусловно, кроме того, если у вас есть острая необходимость самому, например, использовать, ну, допустим, вы пишете диссертацию, вам важно ее проверить, и нет никаких других способов. Но, в принципе, там достаточно доступная подписка, которая для физического лица, вы можете это сделать, проверить и больше не использовать, если это будет неактуально. Хотя, конечно, достаточно большое количество организаций уже включено в этот процесс и имеют подписку. Что касается проблемы, да, вообще вот мы так начали, что вот есть такая проблема, может, ее вообще нет, этой проблемы с плагиатом. На самом деле, буквально 28 сентября прошел вебинар, как раз-таки, который проводили Анрии, и выступала Анна Викторовна. В регалии все есть. Я даю ссылку на цифры, которые она озвучила. То есть 10 тысяч ученых, и речь идет только о российских ученых, имеют различного рода нарушения академической честности. То есть по тем или иным параметрам они нарушают научную этику. Друзья, 10 тысяч. Если мы говорим о статьях или о каких-то нарушениях ваших прав, или когда мы тем или иным образом нарушаем права, то в 2016 году у нас, это не наше нововведение, это заимствованная практика, практика ретрогирования, это когда статья лишается статуса научной публикации, и об этом сообщается научной общественности. Так вот, опять же, по тем данным, которые Анна Викторовна привела в этом вебинаре, запись этого вебинара есть, вы можете его на Ютубе найти, 5 тысяч статей на данный момент уже отозваны. То есть произведена с ними вот эта процедура. Но еще более пугающая цифра прозвучала, я даже подумала, что я ослышалась, перемотала и послушала еще раз, 70 с половиной тысяч статей сейчас выявлены как дублирование статей. То есть сейчас Анри совместно с компанией Антиплагиат проверку проводила, там еще, естественно, участвует РИМС в этом взаимодействии, и вот такое количество дублирований статей выявлено. Мы чуть ниже, позже, внутри нашей темы поговорим, что такое множественные публикации, почему эта проблема возникает, и как ее не допустить. То есть на самом деле проблема существует, проблема масштабная. И поэтому, естественно, нам как автору желательно не попасть в эту ситуацию, и поэтому сегодня нам нужно с этим разобраться. Если мы говорим про ретрогированные статьи, для того, чтобы вы вдруг не воспользовались такой статьей, как, например, литературой для своей диссертации, мы, допустим, подбираем литературу, нашли статью, и нам она понравилась, вдруг эта статья некачественная, да, как это понять, чтобы не ссылаться на такие статьи некачественные, раз этот автор уже нарушил какие-то авторские права, чтобы мы на него и не ссылались. Я не конкретно про этого автора, который на слайде, на самом деле я вам дала ссылку на слайде, можете сделать скрин базы данных как раз этих самых ретрогированных статей, сейчас на данный момент там находится более трех тысяч ретрогированных статей, вы можете посмотреть, не попали ли вы случайно в эту категорию и проверить, нет ли статьи, которой вы хотите воспользоваться как литературой для своей диссертации или статьи в этом перечне, для того, чтобы не распространять вот эти нарушения научной этики по цепочке. Если вы воспользуетесь вот на слайде картинка, это из сервиса e-library, это разные сервисы, вот, соответственно, вот так выглядит статья, если вы ее вдруг обнаружили на e-library и она ретрогирована, вы там не запутаетесь, потому что она будет вот с такой отметкой. Поэтому здесь вот имейте в виду, что это означает. Алина Владимировна, нет, презентации для скачивания нет, поэтому сделайте, пожалуйста, скрин и все, что, все ссылки, которые я сегодня буду давать вам и все материалы, которые вам потребуются, а я сегодня их не могу дать в режиме вебинарной комнаты, я их размещу в группу, я вам дам ссылку и вы там все себе спокойненько заберете. То есть ссылки не проблема. Поэтому, когда мы с вами пишем какой-то научный труд, мы должны понимать, что, здравствуйте всем, кто присоединяется, значит, мы должны с вами понимать, что какие-то наши труды защищены, а какие-то нет. Поэтому, для тех, кто пишет диссертацию, очень важно понимать один серьезный момент. Когда мы с вами публикуем статью, естественно, это опубликованная работа, она, естественно, защищена авторским правом. Но у нас с вами есть два текста, которые мы подаем на правах рукописи. Это диссертация и автореферат. Так вот, несмотря на то, что диссертация подается на правах рукописи, она защищается с юридической точки зрения авторским правом, а ваш автореферат не защищается. Понимаете, друзья? Вот это очень важно. Почему? Потому что он не считается самостоятельным произведением. То есть, ваш автореферат, хотя он является самостоятельным произведением, более того, это документы, не просто произведения, но он не защищается авторским правом, потому что понятно, что в автореферате будут те же самые идеи ваши, только в более компактной форме, в более сжатой, что и в диссертации. Сразу хочу сказать, что все, на что я сегодня ссылаюсь и к кому я вас буду приглашать, да, и там называть, куда вам стоит сходить и так далее, это проверенные источники, это кому можно доверять, и в частности, на всех слайдах, где я буду чужой какой-то материал приводить в качестве примеров, есть ссылки. Все эти материалы, на которые я ссылаюсь, я в ту же самую группу с вами, там, где мы встретимся с вами, да, размещу, вы там их спокойно возьмете. Далее, значит, когда мы говорим о заимствованиях, вот мы говорим, плагиат, но я же не, там, должна, наверное, как-то на что-то опираться, или не должна, или может, я вообще могу без чужих текстов обойтись? Конечно, не могу. Очевидно, что литературные источники, которые мы с вами используем, будь то в статьях или в диссертациях, это совершенная необходимость. Более того, когда вы видите, допустим, там материалы конференции, информационное письмо приходит, или там, я не знаю, в журнал хотите опубликоваться, там есть требования, и там черным по белому написано, что нужно сослаться на столько-то источников. И у нас нет выбора. И несмотря на то, что в диссертации нет такого ограничения, на сколько источников вы должны сослаться, само собой разумеющийся, что список литературы, как обязательный элемент диссертации, есть, и там должны быть источники. Поэтому вопрос, можем ли мы обойтись без заимствования, он наивный, ответ на него не можем. Независимо от того, какую работу мы пишем, мы обязаны использовать, потому что мы, во-первых, должны показать, что мы знаем поле научное, в котором мы творим, во-вторых, мы должны как-то аргументировать свои позиции авторские, в том числе, и мы должны как-то объяснять, что вот мы так думаем, другие так думали, да, или наоборот, мы так думаем, и их исследование тоже это подтверждает. То есть здесь однозначно заимствованию быть. Что касается величины заимствований, все зависит от того, какой труд, какой научный текст вы готовите. Если это статья, то вы, безусловно, ориентируетесь на требования, там, я не знаю, журнала или, например, оргкомитета конференции, да, там чаще всего стоит процент заимствований. Ну, то есть из серии, какова там не процент заимствования, прошу прощения, процент оригинальности, да, столько-то процентов оригинальности должно быть у статьи. Понятно, что это звучит, наверное, наивно, да, потому что мы можем представить себе ситуацию, когда статья на сто процентов оригинальна, но она абсолютно не обладает никакой научной новизлой, там просто, ну, непонятно, что в этой статье. Поэтому, но тем не менее, ведь чем-то мы должны что-то измерять, да, и поэтому какая-то вот попытка установить ограничения с точки зрения оригинальности наталкивается на то, что вот эти проценты те или иные возникают. Если мы говорим о монографии, то монография – это та работа, которая регламентируется внутренними нормативными актами того, той организации, учреждения, где вы работаете. И поэтому единого норматива здесь нет. У вас может быть там в ВУЗе или в научной организации принято решение, что уровень оригинальности монографии столько-то, а может этого решения не быть, то есть тогда не установлен этот процент. Что касается диссертации, то, естественно, никакого процента оригинальности здесь быть не может. Это признает ВАК в своем методическом пособии, но, к сожалению, дело не доходит до принятия какого-то решения. Вот прям в положение бы о присуждении степеней добавили бы вот это условие, что нет и не может, и не существует и так далее. Тогда, может быть, нам с вами было бы немножечко проще, потому что мы бы не оказывались в ситуации, когда мы находимся в какой-то погоне за вот этим процентом оригинальности. Вместо того, чтобы делать это свое научное исследование и думать о том, как его ярче подать, мы озабочены вопросом, как нам случайно не ущемить чьи-то интересы и соответственно не нарушить вот эти нормы заимствования и нормы оригинальности. Что касается заимствования, давайте разбираться в видах. Ну, очевидно, раз мы сказали, что заимствования неизбежны, мы будем их использовать. Есть какие-то, видимо, хорошие заимствования, есть какие-то не очень хорошие заимствования, так вот они называются правомерные и неправомерные. И наша с вами задача разбираться четко в том, чтобы вы в своем, не просто на уровне теоретическом, как вот сейчас я вам просто объясню, да, но чтобы вы свою работу могли любой текстовое научное открыть и понять, у меня правомерное заимствование или неправомерное заимствование. И мы про себя это можем знать, потому что есть определенные четкие критерии, как увидеть вот эту разницу в своем тексте. Мы сейчас, друзья, не будем рассуждать о том, что вы проверяете чужой текст на предмет заимствования, что вы эксперт. Мне бы хотелось, чтобы мы сегодня построили разговор с позиции автора. Вы пишете текст, и что вам полезно знать, как автору, чтобы ничего не нарушить. Итак, если мы говорим о правомерных заимствованиях, опять же, я сейчас цитирую методическое пособие, которое вакуум подготовлено, и, соответственно, оно нас хоть какую-то ясность нам дает. Первый вариант правомерных заимствований это вообще хорошие заимствования в научно-корректной форме. То есть, когда вы сделали все правильно, что здесь имеется в виду? Во-первых, вы взяли ту цитату или тот фрагмент текста, который у вас есть обоснование, зачем вы этот текст взяли в свою работу? Не для того, чтобы его процитировать просто для галочки, а для чего? Для того, чтобы показать изученность моей темы, которую я изучаю, для того, чтобы аргументировать какой-то тезис, для того, чтобы с помощью анализа вот этих взглядов прийти к своей новизне и так далее. То есть, зачем, для чего? Есть какой-то смысл в том, что вы вязали эту цитату или этот фрагмент чужого текста. Второй момент. Вы не пытаетесь даже сделать вид, что это ваше. Вы все оформляете абсолютно правильно в соответствии с правилами цитирования. То есть, с точки зрения внешнего вида ваша цитата выполнена верно. И с точки зрения сути, она взята не просто так, для того, чтобы вот этот... У меня есть источник списка литературы, мне его как-то надо в тексте показать, дай-ка я там фразу какую-то вставлю. Не по этому принципу. Нам есть логика в этом. Но иногда бывает правомерное взаимствование, но в научно-некорректной форме. Что это означает? Это означает, что и смысл этой цитаты понятен, зачем она взята. И автор понятен, вы не делаете вид, что это ваша мысль. Но есть нарушение в оформлении. То есть, вы умышленно или неумышленно допустили нарушение в оформлении цитаты. Это видно. Это видит не только антиплагиат, это видит любой эксперт, который читает вашу статью или вашу диссертацию. И, соответственно, вроде бы понятно, что вы не скрываете, но, тем не менее, ссылка указана с нарушением. Какой пример здесь можно привести? Вот смотрите, мы в тексте часто, прежде чем процитировать кого-то, мы пишем, в работе Иванова Ивана Ивановича такой-то термин «тактуются так-то» или рассматриваются какие-то разновидности вот этого явления. И вы, вроде понятно, что вы этого Ивана Ивановича цитируете. И вот если вы с нарушением написали в работе такого-то, такого-то и взяли сразу, поставили на него ссылку. Сразу. А потом уже идет какой-то текст долго-долго. Вот это неправильно. Почему? Потому что мы не можем идентифицировать, где начался текст Ивана Ивановича, а где уже ваши мысли пошли, которые возникли после того, как вы этот текст изучили, применили и так далее. Поэтому вот это научно-некорректная форма. Чуть позже я в систематизированном виде это дам. Сейчас просто каждый отдельный случай вам объясню и примеры приведу. Но это ладно, когда мы корректно заимствуем. Если же мы неправомерное заимствование осуществляем, чем оно отличается от правомерного? Самый простой индикатор сводится к тому, что автор, который использует чужой текст, хочет сделать так, чтобы читающий подумал, что это его текст. То есть самое простое, я хочу выдать чужой текст за свой. Соответственно, я не буду указывать ни автора, ни источник. У меня даже вот этой вводной фразы не будет, что этот Иванов Иван Иванович это делал. Задача другая, потому что я собираюсь сделать вид, что это я такая умничка и молодец. Соответственно, здесь тоже не так все просто. Мы по-разному с вами можем с этим столкнуться. Давайте с этим тоже разбираться. Сергей Александрович, нет, в папке ресурсов нет презентации, поэтому делайте, пожалуйста, скрины. Вся информация будет в группе, размещена в открытой группе. Презентации там не будет, все остальное будет, поэтому делайте, пожалуйста, скрины. Ссылки и все методические материалы там будут в посте. Значит, что касается неправомерных заимствований, какие они бывают? Во-первых, это дословное присвоение авторства. То есть я беру цитату, прям текст от и до, вырезаю из текста другого автора и вставляю в свою работу. Это первый вариант, наиболее такой неэлегантный, скажем так. Второй вариант. Я думаю, ой, нет, ну, наверное, это не очень красиво, если я возьму и вот прям вот так вот вставлю к себе. А дай-ка я перескажу вообще то, что там он, этот автор сказал. И, соответственно, я использую прием парафразы. То есть я перескажу, переложу на свой лад, но очень близкими по смыслу словами. Но самое главное, почему это неправомерное заимствование, я ссылку на автора не поставлю. То есть я по-прежнему сделаю вид, что это я такую мысль придумала и, соответственно, научному сообществу сообщаю. Что касается, то есть два принципа, либо дословно, либо я пересказываю. Ну и там, и там на автора никакого вообще нет отсыла. Если мы говорим про дословное присвоение авторства, то здесь может происходить следующая ситуация. Когда ссылка даже оформлена верно, то есть она, например, поставлена, но она стоит не там, где нужно. То есть, возможно, человек взял страницу у другого автора, а поставил после одного предложения, оформил правильно ссылку, но все остальное, то, что не под ссылкой, он выдает за свое, а на самом деле это тоже не его. И второй вариант дословного присвоения, это когда ссылка на источник в принципе отсутствует. То есть мы взяли прямо цитату и просто-напросто никакой ссылки не поставили. Как здесь может такой недобросовестный автор подстраховаться? Он делает вид, что он забыл поставить ссылку, а при этом источник в список литературы он поставил. То есть логика такая. Если мне скажут, а почему у тебя нет ссылки на источник, я скажу, ой, я забыл. У меня же есть этот источник в списке литературы. То есть в надежде на то, что уличат или не уличат. Вот такой вариант тоже есть. Я сейчас не говорю о том, что мы такие с вами все нехорошие, вот этим собираемся заниматься. И я пытаюсь показать вам, какие индикаторы, какие маркеры есть в тексте, которые сразу же вам про себя покажут. Ой, что-то тут я не очень красиво поступил. Да, вот мне надо бы почетче. Особенно если мы говорим о научных текстах, которые там статья, монография, диссертация, которые проверяются и которые вообще отражают ваше научное лицо, то, естественно, здесь надо вот эти моменты ликвидировать, чтобы они по незнанию не возникли. Когда человек говорит, а мне казалось, что так можно, вот так нельзя. Это неправомерные заимствования. Как читатель идентифицирует, неважно, кто этот читатель, просто человек, который знакомится с вашей статьей, монографией, диссертацией, или это эксперт, который ее проверяет, как он воспринимает этот текст. Если в тексте есть правомерное заимствование в научно-корректной форме, то вообще к вам вопросов никаких нет. Почему? Потому что читатель читает текст, и он видит, где ваше, где не ваше. Потому что все четко, он понимает, что вот эти куски текста, они заимствованы, все остальное – это ваше. Когда правомерное заимствование, оно в научно-некорректной форме, то тот, кто читает, он видит, что текст заимствован. Но ему сложно определить, с какого до какого места или где этот текст заимствован. То есть иногда бывает, что ссылка поставлена, но, например, знаете, как вы, допустим, вы ссылаетесь на статью, которая находится на каком-то ресурсе, и вы ставите ссылку на саму статью, вот мне интересно, ваша статья, допустим, я ее читаю и хочу понять, а вот я бы еще эту статью почитала. Я открываю, оказывается, что это не ссылка на конкретную статью, а это ссылка на журнал, на главную страницу сайта, например. И даже если я захочу найти место заимствования, мне это будет сложно сделать, потому что автор нечетко, он сделал ссылку, но он нечетко сделал. То есть найти источник очень сложно. Ну и, естественно, если мы о неправомерном заимствовании в любой его форме говорим, то читатель как бы думает, что весь текст или тот текст, который не обозначен ссылками, он принадлежит автору. На самом деле это не так. Поэтому даже вот с точки зрения ощущений каких-то, здесь вы тоже это можете понять, когда вы читаете текст. Как же правильно оформлять текст для того, чтобы было понятно, где ваша позиция, где не ваша позиция, и чтобы вот каких-то таких сложностей у вас не возникло. Значит, для этого мы с вами можем пользоваться следующим приемом. Следующим приемом. Когда мы пишем с вами диссертацию, вот особенно мне сейчас про диссертацию важно для вас такое внимание ваше привлечь к этому. Когда мы пишем диссертацию, мы с вами должны четко понимать, что статья, монография и диссертация, хоть это и научные тексты, они отличаются друг от друга. Не только масштабами, не только объемом. Они отличаются тем, что в научной статье, например, может не быть явно выделенной научной новизны. А, допустим, в диссертации это недопустимо. Диссертация, она то и диссертация, что там есть новизна. Поэтому вам в диссертации нужно ее четко выделить. Она должна быть видна. Научная новизна — это то, что вы привносите в научный мир, и поэтому в этом смысле очень правильно нужно выделять ваши мысли, чтобы не возникло ощущение, какая-то ваша или это как бы такая ненавизна вовсе. И кроме того, конечно, наша задача состоит в том, что в диссертации должна чувствоваться теоретическая и практическая значимость. Кому адресована ваша диссертация, что бы вы хотели им порекомендовать. И здесь опять — это ваши рекомендации. Поэтому, когда мы оформляем текст, мы с вами четко должны понимать, как вот эту новизну и теоретическую значимость подать. И казалось бы, да что там оформление — это ерунда, главное, чтобы новизна была. Так вот, чтобы эта новизна была явно видимой, здесь нам помогает оформление. Если же мы озадачиваемся с вами вопросом… Так, Татьяна. А, про ДОИ. Да, Татьяна, согласна. ДОИ очень такой хороший инструмент, потому что вы ссылаетесь, указываете место конкретной статьи. Так вот, друзья, когда мы с вами пишем диссертацию, мы оказываемся в ситуации, когда важна и суть, и оформление. Потому что и то, и другое, по сути, работают на яркость нашей диссертации. Поэтому, когда мы хотим озадачиться вопросом, что делать сутью, как нам подавать это всё, то, что называется «Я, воспользовавшись тем, что мы сегодня с вами встретились, не могу не пригласить вас на свой курс». Если вам это актуально, если вы не знаете, как сутиво, с текстом работать, с научной новизной и так далее, то приходите, конечно, на курс. Мы там очень внимательно рассмотрим все вопросы от А до Я, что называется, начиная от выбора темы и заканчивая защитой и всеми документами, которые вам потребуются. Курс стартует 10 числа. Я буду рада вас встретить на этом курсе. Тем у нас 8. Я буквально одну минуту вашего времени привлеку внимание к этим слайдам. И будем двигаться дальше. Значит, посмотрим и как публикации готовить, и как с диссертацией работать. Безусловно, поговорим о том, как работать с авторефератом и со всеми ценностями вашей диссертации, как их подать так, чтобы она прозвучала ярко, убедительно. Ну и, конечно, особенная фишка курса в том, что мы с вами, по сути, все участники говорят, как будто бы мы прошли весь путь, потому что мы разбираем даже сам процесс защиты, и все документы, которые вам нужны, нужно будет сделать даже после того как. То есть абсолютно весь путь станет понятен с точки зрения сути. С точки зрения оформительских моментов, я очень часто встречаю, когда и на курсе тоже, и когда на консультации люди приходят, я встречаю такой подход у людей, что нет, ну как так, вы говорите, что ссылок должно быть много. Я всегда говорю, ссылок должно быть много. Не стесняйтесь ссылаться на автора. А люди мне говорят, слушайте, ну так если там будет много ссылок, в монографии, в диссертации, в статье, могут подумать, что я вообще это все списал, и там ничего моего нет. На самом деле это ошибочное представление. Это не так. Когда вы делаете много ссылок, это показатель. С одной стороны, в вашей научной этике вы не присваиваете себе чужие идеи. И второе, это наоборот показатель того, что вы перелопатили огромное количество литературы. Это показатель вашей погруженности в тему. Это показатель вашей серьезности к подходу, вот к вашему исследованию. Что вы не поверхностно, а вы глубоко копали. Поэтому здесь это в плюс, когда много ссылок, а не в минус. И когда, например, рецензируешь статьи, и видишь, что в этих статьях, например, 30 источников и только 6 ссылок, возникает вопрос, а все остальное-то оно как, оно куда вообще делать. И точно такой же вопрос у вас должен возникать, когда вы диссертацию пишете. У вас, допустим, 150 источников. Но у вас не может быть меньше, чем 150 ссылок, потому что вы на некоторые источники не один раз сошлетесь. Поэтому здесь, конечно, вот этот вопрос, он так, вы что-то пишете, сейчас я гляну, друзья. Вот этот вопрос, он, точнее говоря, этот подход, он немножко неправильный. Евгения Юрьевна, так, при ссылках нужно внимательно следить за цитатами. Сложности возникают, когда цитируя некого автора, мы цитируем цитату, которую он использовал. На самом деле он сказал мне, да, Евгения Юрьевна, прекрасный комментарий, огромное спасибо. Я бы об этом забыла сказать. Смотрите, друзья, когда вы берете чужой текст, и в этом чужом тексте видите, что этот автор процитировал другого автора, возникает вопрос, мне нужно на второго ссылаться или на первого? Вообще, по идее, конечно, желательно найти первоисточник этой цитаты, посмотреть, это правда тот автор или нет, на этой странице, потому что иногда начинаешь, не в смысле, что я такая редиская и проверяю там правильно, неправильно процитировано, иногда статья действительно нравится и хочется посмотреть вот ту ссылочку, откуда вот этот автор взял и погрузиться в эту тему. И ты понимаешь, что там ссылка стоит просто вообще, я не знаю, с потолка взятая. Поэтому лучше проверить первоисточник и ссылаться на первоисточник. В мою статью и в моей следующей статье мои же слова были расценены как заимствование. Мария Генриховна, я вас уверяю, что вы не одна такая. У меня, кстати, на нашем же курсе была участница, которая потом обратилась ко мне с таким вопросом, и мы решали этот вопрос. Человек пишет кандидатскую диссертацию, то есть она не имеет еще научного статуса, но человек очень опытный, практик, и при этом у нее передрали статьи, передрал статьи, извините за грубость, за сленг, доктор наук профессор. Я говорю, ну с одной стороны, приятное это признание того, что статья, идеи ценные и так далее. Но теперь-то человек пишет кандидатскую, и он эти статьи публиковал для того, чтобы потом их показать как свои достижения, а тут получается как будто бы все не так, и будут сомнения в этом смысле. Но мы разобрались немножко с этой ситуацией, хотя она требовала большого погружения. Значит, давайте ответим себе на вопрос, когда же нужно ставить ссылки в тексте. На самом деле, как я всегда говорю, сомневаетесь, надо, не надо, лучше поставьте. Значит, первое, безусловно, если вы берете дословную цитату, что такое дословная цитата, я беру слово-слово, буква-букву, и, соответственно, в свой текст погружаю. А когда это имеет смысл делать? Например, я хочу показать разные тракутовки термина. Я же не буду его придумывать. В этом и суть, что когда вы показываете разные трактовки, вы дословно берете чужие мысли, которые раньше были сформулированы до вас, и приводите их. Поэтому, естественно, здесь ссылка нужна. Второе. Иногда автор статьи считает, что я же не взял дословно, я прочитал у него, перефразировал его текст и вставил в свою статью. Зачем я буду ставить ссылку? Ну, потому что это его идея, вы ее лишь только пересказали. Поэтому, да, у вас не будет эта цитата закавычена, потому что это не цитата. Но ссылка будет чуть позже, мы технически поговорим, как это правильно сделать. Еще один момент. Когда человек просто идею берет, например, придумываете какую-то методику или модель, или алгоритм, и вы посмотрели у другого автора, как это реализовано, вы думаете, как классно, я хочу точно так же. Вы можете сослаться, что существуют такие-то подходы к построению моделей, там, того-то, того-то, или алгоритм, или еще чего-то, и указать этого автора, а потом уже предлагать свой подход. Это будет честно, да, друзья, это будет честно. Когда мы упоминаем чужую работу, например, в разделе разработанности, в диссертации или в статьях есть раздел разработанности вот этой темы, да, и мы там перечисляем, что такие-то, такие-то, такие-то. Пожалуйста, вы можете там взять какой-то фрагмент их идей и сослаться на этого автора. Ну, и как ни странно, для многих это бывает открытием, я с этим встречаюсь очень часто, когда люди говорят, приходят с тем, что нужно что-то предпринять, потому что работа залита тем же самым антиплагиатом после проверки, значит, что текст заимствованный, и выясняется, что он заимствован у себя. Возникает вопрос, а почему вы ссылку не поставили? Так это ж мой текст. Мы что, что это ваш текст? Будем сегодня разбираться с тем, что такое самоцитирование и как не создать себе проблему. Итак, давайте разбираться с технической стороной. Когда мы цитируем, то есть мы дословную выдержку берем, что нам нужно сделать? Во-первых, мы обязательно закавычиваем текст. Мы его от первого до последнего слова берем в кавычки. И после этих кавычек мы ставим ссылку на автора, то есть четко должна прозвучать идентификация. Вот этот текст принадлежит вот этому автору. Второй момент. Значит, если это цитата, да, мы кавычками отделяем, но если это не цитата, что мы делаем? Тогда мы ставим, я хотя здесь слово цитата использую, да, даже если это не цитата, вы ставите ссылку после текста другого автора. Для того, чтобы было понятно, где начинается текст другого автора, самое полезное — это прям так и написать. В работе такого-то, такого-то предлагается какой-то взгляд или принят, предпринят такая-то попытка, или использован такой-то метод, или предложен такой-то алгоритм, или ещё что-то. И вот эта фраза, она вместо открывающейся кавычки, то есть всем понятно, что дальше вы будете говорить, рассуждать о том, как в работе у него. А кавычка, а, прошу прощения, ссылка, которая будет стоять в конце этой мысли, может быть, она там на абзаце или на два абзаца, эта мысль не принципиально, но когда дальше следует ссылка, она как будто бы закрывающаяся кавычка. И тогда понятно, откуда и где закончилась та мысль, которую вы взяли у другого автора. Кроме того, друзья, вообще-то по идее, по ГОСТу, я сегодня не буду говорить о ГОСТе, потому что это уже прям технические, технические вещи, мы об этом говорим и на курсе, и кроме того, я, безусловно, вас приглашаю к Татьяне на вебинар, который буквально скоро состоится, и там тоже будете говорить о цитировании, уже более прикладными моментами, где что ставить и так далее. Но я напомню вам, друзья, что если мы ставим ссылку на источник, и мы хотим, чтобы нас не уличили в том, что мы как-то странно процитировали автора, мы должны указать страницу, потому что если вы там процитируете, например, определение и делаете отсылку на монографию, ну в смысле, то есть читающий должен всю монографию перелистать для того, чтобы найти это определение. Ну это, конечно, некорректно по отношению к читателю, по отношению к автору той монографии, например, которую вы цитируете. Поэтому указываем страницы. Хотя сразу оговорюсь, вот почему я говорю, что когда вы приходите на курс, мы вот эти тонкости, мелочи все проговариваем, потому что в зависимости от того, какая у вас специальность, и по разным специальностям есть разные требования, в некоторых специальностях указания страничек вообще не ставятся, ни при каких обстоятельствах, например, медики, например, у юристов очень часто не ставятся, да, то есть есть специальности, где просто в квадратных скобках указывается источник, и все, никаких страниц нет. И несмотря на то, что ГОСТ требует, чтобы это было, но вот специальности научные так приняты, и поэтому не ставятся. Что касается источника, друзья, если вы указали этот источник в ссылке, то он обязательно должен у вас быть в списке литературы. При этом получается, что у нас есть определенная связь между ссылками в тексте и между списком литературы. Эта связь есть везде, хоть в статье, хоть в монографии, хоть в диссертации. И не может быть такого, что у вас там 50 ссылок и 10 источников. Почему? Потому что это означает, что вы на какие-то источники ссылались многократно. Это не самая лучшая идея. Кроме того, бывает другая ситуация, когда у вас наоборот в списке литературы много источников, 100 источников, а ссылок 30. Возникает вопрос, остальные 70 источников, они зачем в списке литературы находятся? Поэтому вот этот баланс вы должны поддерживать при оформлении цитат и при применении, при формировании, точнее говоря, самого списка литературы. Ну и, собственно говоря, самоцитирование, та самая горячая тема и проблема, которая возникает и мучает нас. Я сейчас, прежде чем продолжить, друзья, немножко на секунду вернусь в чат, потому что вы тут засыпали какими-то сообщениями, я, продолжая мысль, не прочитала их. Так. Так, я написала докторскую, она не защищена, работа была показана неопределенному кругу, но и, к сожалению, обнаружили определение своей незащищенной. Так. Мария Генриховна, смотрите, неприятная ситуация, но вот я всегда даю такой совет. Друзья, понятно, что мы свою диссертацию показываем научной общественности, экспертному сообществу, правильнее сказать, по своей теме, для того, чтобы собрать какую-то обратную связь. Это уже да или еще нет, это нужно прорабатывать, или это уже хорошо все, да? Так вот, прежде чем это делать, друзья, особенно по докторской, у вас же там требование иметь огромное количество публикаций. Так вот, наша задача, прежде чем кому-то что-то показать, мы не боимся никому показывать, но если у нас это все опубликовано. Поэтому сначала мы публикуем новизну свою, а только потом показываем диссертацию научному сообществу. Да, безусловно, такое цитирование может навредить. Причем оно не цитирование, если у вас что-то не опубликовано, если они на публикации ссылаются, то это не страшно. А вот если у вас это не опубликовано, и они уже это используют, то это, конечно, беда. Да, 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 полностью согласна, нужно сначала опубликовать. Так. Со скринами. Валентина Владимировна, а вам скрины, по идее, не понадобятся, потому что все ссылки и все методические материалы я сброшу в группу, вы их там совершенно возьмете спокойно, и все, вам сама презентация, она совершенно не нужна будет. Так. Плеск. Угу. Может быть, может быть вопросы, ну, друзья, может быть вопросы потом забудутся, поэтому вы задавайте, а я так буду периодически сюда посмотреть, буду посматривать. Так, а если обсуждение первой главы происходит онлайн, и для ознакомления участников глава рассылается, как защитить текст от копирования другими аспирантами? Только через публикацию, Катьяна Николаевна. То есть, ваша задача, смотрите, друзья, самая главная истина, которую нужно знать про диссертацию. Вы защищаете не диссертацию, вы защищаете научную новизну, которая есть в вашей диссертации. Поэтому вам не надо всю диссертацию от кого-то там скрывать, таить и так далее. Самая ценная в вашей диссертации, это ваша новизна, теоретическая и практическая значимость. Вот эти вещи должны быть опубликованы. Поэтому прежде чем какое-то обсуждение или еще что-то происходит, сначала публикуемся, потом показываем. Этот тезис у вас должен в голове прямо засесть, чтобы вы им пользовались. Именно как диссертация, а не как монография. Нет, этого делать не надо, особенно до защиты. Более того, прямо по тексту диссертации и монографию не надо до защиты публиковать, потому что у вас будут проблемы потом с прохождением плагиата. Тоже привожу этот пример все время. Это пример моей коллеги, которая приехала в диссертационный совет. Ей сказали, а почему-то, тоже докторская, ей сказали, а почему-то у вас старая монография, нужна новая монография. Но она уже все, диссертация написана, все публикации есть в избытке. Но человек взял и опубликовал часть диссертации в виде монографии. И приехал по новой. У нее начинают проверять, и это все повторяющиеся вещи, все не подошло, полгода переписывала текст. Так, а свои мысли оформлены в своих статьях, диссертации, поменяются как ссылки. Сейчас мы к этому придем. Обязательно, вот это и есть как раз у нас самоцитирование. Смотрите, друзья, давайте разберемся с понятиями. То есть, чтобы мы с вами четко понимали, в чем проблема-то. Потому что у многих есть ощущение, что я написала статью, а потом я эту статью беру, более раннюю, потом я эту статью беру и использую в другой статье, или в монографии, или в диссертации. И человек думает, а в чем проблема-то? Это же мой текст. То есть, как будто бы проблемы нет. На самом деле проблема есть, давайте разберемся, в чем она состоит. Значит, опять же, это наиболее такая актуальная проблема для аспирантов и докторантов. Поэтому я вам привожу здесь ссылочку на постановление правительства, а, собственно говоря, на положение о присуждении ученых степеней, где написано, что основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях. И здесь мы понимаем, что раз я пишу диссертацию, у меня должны быть публикации, говорит вот эта фраза. То есть, без публикации, какая бы у меня там прекрасная диссертация не была, какой бы у меня замечательный автореферат не был, «Если у меня не будет публикации, то меня на защиту никто не возьмет». Понимает аспирант или докторант и правильный делает вывод. То есть, первый вывод, который мы делаем из этого требования, что мне нужны публикации, но, если вы внимательно прочитаете это требование, здесь написано не просто публикации нужны, а здесь написана совершенно конкретная вещь. Научные результаты диссертации должны быть опубликованы именно поэтому я говорю, что вам не надо защитить весь текст диссертации, вам нужно защитить текст вашей научной новизны. Поэтому, первый вывод, который мы из этого делаем, и он правильный, что мы должны новизну свою опубликовать. И было бы все нормально, если бы это было так. Рецензируем это обязательно в журнале, я или может быть, я тоже. Не поняла вопроса, вот по поводу, Елена Ильича Митлевна, не поняла вот этого вопроса, я, 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 я вот это, расшифруйте мне, пожалуйста. Может быть, это у вас опечатка у нас. А, рецензируем на русском языке, на английском языке. Смотрите, что такое рецензируемое издание, я не хотела на этом акцентировать внимание, но давайте сделаем на этом акцент. Просто у нас был вебинар по этому поводу, можно его пересмотреть, он есть на канале, на YouTube-канале Директ Академия по поводу публикации в рецензируемых журналах. И я там говорила, что такое рецензируемое издание. Раньше мы с вами использовали термин, там, научные результаты должны быть опубликованы в изданиях ВАК. Помните такое? Ну, кто вот давно в науке, это вот такая конструкция в голове у нас есть. Сейчас этот термин немножко некорректный. Почему? Потому что сейчас ВАК рецензирует издания на русском языке и на английском языке, и поэтому они не являются, это уже не чисто перечень ВАК, это вообще два перечня. Эти два перечня находятся на сайте ВАК. И если вы внимательно почитаете положение о присуждении ученых степеней, то там так и написано, что вот эти рецензируемые научные издания размещаются в интернете на сайте ВАК. Так вот, если на сайт ВАК вы зайдете, там два перечня. Поэтому ваша новизна должна быть опубликована в изданиях из этих двух перечней. Безусловно, конференции там нужны, но это уже как бы вкусовые пристрастия диссертационных советов. ВАК здесь не регламентирует прочие публикации. Следующая мысль, которая возникает. Хорошо, я тогда опубликую на визу, но помимо этого ВАК устанавливает норматив этих публикаций. Если вы в этом же положении посмотрите, то для кандидатских диссертаций там две-три публикации в зависимости от вашей научной специальности, для докторских это вообще там 15 публикаций. Соответственно, возникает ощущение, что, ох, так этих публикаций-то много. Раз есть какой-то норматив по количеству публикаций, я понимаю, особенно если человек докторант, ему надо минимум 15 публикаций. И он думает, боже мой, что же я буду делать-то? И он приходит к мысли, что я напишу, например, статью, потом возьму кусочек и следующую статью. И получается, что я сама настраиваюсь на то, что я буду использовать свои предыдущие статьи в следующих своих статьях для оптимизации, для того, чтобы количество этих статей набрать. Их действительно много. 15 – это много. А это только минимум. Еще же нужны конференции, а еще многие диссоветы просят монографию. У нас про монографию тоже с вами был вебинар, как писать монографию. Поэтому я не буду сегодня на это отвлекаться. И тогда у человека вот в этой панике у него возникает такое решение, что я буду свои тексты как бы размножать, и появляются так называемые множественные публикации. И то, о чем я говорила в самом начале нашей встречи, про то, что 70 с половиной тысяч статей признаны дублирующими друг друга, это как раз вот про это. То есть когда происходит проверка статей, выясняется, что там практически весь текст повторяется. Поэтому вот так делать нежелательно. И сейчас поговорим о том, как обезопасить себя от этого. Кроме того, еще одно решение, которое усугубляет эту ситуацию самоплагиата, когда человек говорит себе, ну раз у меня требуют, чтобы эти научные результаты были опубликованы. Это научные результаты мои. Статьи мои, диссертация моя. Какая проблема? Я возьму эти статьи, на что называется, включу ее в диссертацию, и все нормально. Но вдруг человек понимает, но при этом у меня будет низкий уровень оригинальности, потому что эту диссертацию будет проверять через антиплагиат. И несмотря на то, что ВАГ, мы уже тоже с вами вначале обсудили, он не устанавливает регламент относительно того, какой процент оригинальности должен быть, но диссертационные советы устанавливают этот процент негласно. То есть вашу работу проверят и скажут, проходит или нет. То есть есть какой-то лимит, уровень, через который надо пройти. Поэтому это тоже получается проблема, что и публикации надо, и текст нужен. И особенно это, опять же, актуально для докторантов. Ладно, у аспирантов 2-3 публикации, а у докторантов там 12-15 публикаций, да еще и монография, и еще и диссертация на 400 страниц. То есть вообще затея непростая. Поэтому вот это самоцитирование, оно происходит непроизвольно. Опять же, не потому что мы такие вот нехорошие, у нас мыслей каких-то нет и так далее, но потому что мы в условия такие поставим. Более того, мы обязаны себя процитировать. Опять же, обосстановление правительства, то же самое положение присуждения ученых степеней. Обратите внимание на вторую часть фразы и на то, что подчеркнуто, что если вы используете свои результаты научных работ, то есть свои публикации в диссертации, вы обязаны на это обстоятельство сослаться. То есть на самом деле проблема не в том, что нельзя взять текст. Можно взять текст, но это нужно сделать грамотно. Что значит грамотно? Значит, когда вы сами себя цитируете, будь то в статье, будь то в монографии или в диссертации, это должно быть понятно читающему. Вот так же, как когда мы цитируем другого автора, это должно быть понятно читающему, что это идея Логачёвой, а это идея Петровой. И они разные авторы. Точно так же должно быть понятно, что это идея Логачёвой в статье Логачёвой, но эти идеи она опубликовала раньше, вот в этой статье. И я могу прочитать эту статью и посмотреть, если мне эти идеи нравятся, и я хочу в них углубиться. То есть мы на себя тоже должны поставить ссылку, как это ни странно звучит. Кроме того, ещё один аспект. Сколько брать-то вот этих текстов, раз уж их можно брать, тем более даже ВАГ говорит, что надо себя процитировать и указать это обстоятельство, тогда я возьму всё туда, ставлю. Нет, всё туда вставлять нельзя. Почему? Потому что что такое цитирование? Цитирование должно иметь… Помните, мы с вами, когда говорили «правомерное и неправомерное», мы вводили такое понятие «целесообразность цитирования». Возникает вопрос. Если вы раньше опубликовали статью, в ней изложили свои мысли, сейчас вы пишете диссертацию, зачем вы берёте полностью статью, то есть в чём цель, да, зачем вы берёте эту статью и размещаете в диссертацию? Если можно сказать, что ранее в такой-то работе мы изучали то-то, то-то, и поставить ссылочку на себя, и люди возьмут и вашу статью прочитают. То есть получается, смотрите, это такая как бы оптимизация, чтобы новый текст не писать, сейчас вы мне ответите, да. Наталья, что за глупый вопрос для того, чтобы не писать новый текст. Согласна с вами, но здесь должна быть определённая целесообразность. Вот какую-то часть мы можем взять, разумную часть, а какую-то часть мы не будем. То есть всё мы переписывать, брать себе в диссертацию не можем. То есть это должна быть какой-то фрагмент разумного объёма. Как эту разумность померить? Очень просто. Вы у чужого автора берёте страницами, ну то есть вот вы открываете, у него изумительная статья, вы читаете и наслаждаетесь, говорите, какой прекрасный автор. Да, и соответственно вы думаете, а дай-ка я там вот эту идею у него возьму. Но вы же не будете брать у него пять страниц, например, какой бы это идеальный текст ни был. Но точно так же и со своими статьями. Там, где можно взять, ну возьмите фрагмент, может там полстраницы, страницу, но обязательно укажите, что в ранее опубликованной работе тратата и ссылку на себя все правила цитирования ровно такие же, как по отношению к другому автору. Если вы у себя берёте прямую цитату, кавычки ставьте, если вы себя пересказываете, можете просто описать, что это ваша работа. Это вас убережёт от того, что проверяющий увидит, что это ваша работа отключит эту заливку и у вас, соответственно, не будет применено такое понятие, что вы это у себя там забрали, да, этот текст. То есть это ваш текст. Обращаю ваше внимание, что когда текст проверяется на той же самой программе антиплагиат, и мы получаем там какие-то ужасные заливки, был тоже анекдотичный случай, когда я отправила статью, не помню, по-моему, на конференцию, и давно это было, и мне пришло залитое о том, что у вас такая низкая оригинальность. Я так смеялась, потому что залита моя фамилия как автора. Ну, в смысле, мне фамилию поменять или как? То есть, вероятно, Оргкомитет просто прогнал через плагиат без всякой экспертизы, просто автоматически проверку сделали, и, соответственно, там просто, ну, там, неразумный какой-то отчет. Вот, поэтому такое бывает. Ну, конечно, когда вы диссертацию подаете, там уже однозначно будет экспертиза вашей проверки, а не просто автоматический отчет, поэтому здесь вот такой глупости уже не должно быть. Ну, и кроме того, мы должны с вами четко понимать, что не требуется цитировать все ваши публикации, поэтому нет необходимости о них, о всех сказать в вашей диссертации. Поэтому, безусловно, мы, ну, какую-то разумность такую научную включаем. Все-таки диссертация – это то, что нового мы приносим, да, поэтому какие-то старые идеи мы показываем, что они были, как они видоизменились, эти идеи мы показываем. В диссертации это должно быть что-то новое. Значит, что касается, что делать автору, бедному, несчастному, который вот в этой проблеме, с одной стороны, не прописанные ограничения, с другой стороны, без выполнения этих ограничений не пройдешь. И некоторые авторы впадают в ситуацию, при которой они говорят, слушай, я видела объявление, или мне там мой коллега посоветовал, что есть там люди специально обученные, которые повысят процент оригинальности. Друзья, это делать ни в коем случае нельзя. Опять же, я понимаю, что это не из серии, что вы хотите кого-то обмануть, да, а из серии, чтобы там подстраховаться. Этого делать категорически нельзя, я вам не рекомендую, как добрый друг и товарищ. Почему? Потому что, во-первых, ну вы сами понимаете, что это не очень корректное поведение, во-вторых, этот обман, он не пройдет, потому что сейчас программа «Антиплагиат» настолько продвинута, что они видят эти обходы. И поэтому это будет, я сейчас не привожу вот примеры того, как это видимо, я сейчас порекомендую вам, какие вебинары посмотреть, моих коллег, да, для того, чтобы вы посмотрели, как это с формальной точки зрения происходит. Вот, но точно этого делать ни в коем случае не надо. Потом вспоминайте сами, когда мы встречаем, нам, например, работу сдают студенты, мы видим, что вот это, да, ну это же неприятно, поэтому сами, конечно, это не делаем. Так вот, если вы технические вопросы хотите посмотреть, как устроена проверка, то вот, пожалуйста, у компании «Антиплагиат» прошли вебинары, у них тоже есть свой канал, я ссылки на эти два вебинара сейчас, чтобы вы не убежали их смотреть, не даю, я их в группу размещу, и вы по окончании вебинара туда зайдете и посмотрите. Соответственно, как бы здесь есть и то, как эта проверка изнутри происходит, и как видение того, как вот эту культуру заимствования, продемонстрировать, культуру цитирования продемонстрировать в своих работах. Кроме того, с точки зрения оформления, технических моментов оформления, я обязательно рекомендую вам посетить вебинар Татьяны Телебиной. Таня, будь добра, пожалуйста, дай ссылочку на вебинар или на запись, или на тот, который будет. Я как бы не хочу хлеб у специалистов забирать и показывать, вот тут три отступа надо, тут восемь отступов надо, тут вот так, тут по-другому. Татьяна вас всему этому научит, есть тоже на канале Директ Академия Записи, можно посмотреть, я ваше время на это не отвлекаю. Ну и естественно, что очень важно, когда вы готовите статью, выбирая вот эту стратегию, как вы будете, сначала статьи, потом диссертацию, или сначала диссертации, потом статьи, будете выбрать текст, не будете, вот это все стратегия ваша, да, вы исходите из того, о чем мы сегодня с вами поговорили, то есть от тех известных требованиях и ограничениях, которые есть, их, конечно же, нужно учитывать, потому что, ну, а без них вообще никак. Ну и еще раз, прямо по пунктам, что сделать, чтобы вас на самоцитирование никто не уличил, что это вы как-то неправильно себя повели. Значит, первое, пользуемся правилом цитирования таким же, как пользуемся для других авторов. То есть ссылку на себя в следующем, вот напечатали себя и ссылаемся на себя в следующей работе. Ставьте ссылку на себя, то есть, соответственно, как и на другого автора. Второй момент. Безусловно, когда мы пишем диссертацию, мы же понимаем, что вот у нас сначала будет статья, а потом будет диссертация. Я очень часто встречаю случаи, когда человек пишет там статью на 30 страниц. Возникает вопрос, зачем? Ну, зачем вы в статью выкладываете все, 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 что вы хотите сказать? Вы скажите в статье столько, сколько требует статья, а все остальное вы развернете в диссертации. Поэтому придержите вот этот какой-то материал, не давайте его полностью в опубликованных ваших статьях. Кроме того, если мы говорим, что я себя буду пересказывать близко к тексту и не поставлю на себя ссылку, не хочу ослушать Наталью Модестовну, ерунда, это все я себя перескажу и ничего я ставить не буду. Попробуйте, но вы посмотрите, что это неэффективная штука, потому что модуль парафразов в антимокладиате никто не отменял, у вас будет видно, что вы пересказали, просто зальется, будет непонятно, что вы себя пересказали, вот все. Ну и если мы говорим, что я все-таки хочу пересказать, то тогда что мы делаем? Мы с вами, ну вот как мы чужого автора, другого автора рассказываем, мы с вами показываем, какие там были идеи, какая там была новизна, что он такого классного сделал. Точно так же и про свою статью мы можем таким же образом сделать. и ваша статья, там грубо говоря, из пяти или из десяти страниц превратится в пять страниц другого текста. Не потому, что вы ее пересказываете такими же словами, а вы рассказываете о том, что вы в тот момент делали, каким результатом пришли. Это абсолютно нормальная практика, и здесь все равно ссылка обязательна. То есть ссылка все равно обязательна. Я видела ваш вопрос, какую группу, я сейчас вернусь к чату, в какую группу я выложу. У меня есть открытая группа, в которой я как раз делаю посты о возможности опубликоваться где-то бесплатные, когда коллеги, мы сами, да, аккумулируем эту информацию, и участники группы мне присылают, я размещаю. И когда приглашение на вебинары делаю, и соответственно, сейчас секунду, я сделаю ссылку в чат, для того, чтобы вы могли зайти в группу. Можете на нее не подписываться, хотите, можете подписаться. Это совершенно необязательное дело. Ну, просто там есть полезные материалы, и она абсолютно открытая, поэтому, пожалуйста, можно воспользоваться этой возможностью. А, уже Татьяна ее дала, да? Спасибо, Татьяна. Вот, поэтому все, о чем сегодня шла речь, и то, что вы там видели ссылки какие-то, я сделаю чуть позже сегодня, только у меня сейчас будет консультация, чуть позже сегодня, я сделаю пост в группу, и там эти все ссылочки у вас будут активные, вы пройдете и все посмотрите. Ну, и естественно, друзья, если, как всегда, да, если у вас остаются вопросы, то, что сейчас есть в чате, я, естественно, на эти вопросы отвечу, если у вас возникли какие-то вопросы, задавайте. Если стесняетесь, не проблема, пишите на электронную почту, я на заданные вопросы отвечаю. Я, кроме того, хотела бы вас пригласить на наш следующий вебинар. Наш следующий вебинар в Директ Академии пройдет 26 октября. Мы также днем с вами встретимся и проведем очень полезное время. Друзья, я сразу обращаю ваше внимание на то, что, несмотря на указанный режим, что мы в час. Я никогда в час не укладываюсь, не потому что у меня плохой тайм-менеджмент, и что я не могу следить за таймингом. Я осознаю, что я даю вам больше. Поэтому будьте добры, если у вас есть возможность прийти онлайн, где-то рассчитывать на час двадцать. В следующий раз мы будем говорить о литературе для научных статей и диссертации, как с ней работать, как искать, и вообще можно ли тут какие-то оптимизации делать. Ну и, безусловно, я вас приглашаю на курс. Если у вас есть вопросы по курсу, вы тоже можете написать мне их на почту. И можете написать свою ситуацию. Я по-честному вам скажу, нужен ли вам вообще этот курс. Может быть, вам и не нужен. И поэтому буду рада быть для вас полезной. Дайте, пожалуйста, обратную связь. Насколько информация сегодняшняя была для вас полезна. А то я с вами сегодня в прямом эфире почти полтора часа, и мне очень важно понять, не зря ли вы это время потратили. А я сейчас пока посмотрю те вопросы, которые вы задавали в процессе моего рассказа. Так, про это я говорила. Можно ли использовать фрагмент своей работы со ссылкой на нее? Так, 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 ускакала. В последующих работах непосредственно или закавычивая. Мария Генриховна, ну вот это та самая ситуация, это зависит от того, как вы будете свою работу использовать. Если вы возьмете и вырвете целый кусок текста буква-буква в слово в слово, то, конечно, нужно закавычить и, конечно, нужно всегда сослаться в обязательном порядке. Если вы скажете, что ранее в своей работе мы то-то-то, то какое-то у вас будет повествование относительно того, что вы делали в своей ранней, более ранней работе, и вы поставите на нее ссылку, тут нечего кавычить, потому что у вас нет прямого текста, который вы взяли из своей работы. Так, еще. Друзья, если вопросы есть, напишите, пожалуйста, их во вкладку «Вопросы», а то сейчас убегает у меня чат, и я боюсь, что я кому-то что-то не отвечу. Александр Иванович спрашивает, а как же 400 страниц? Александр Иванович, это про что? Про диссертацию вы спрашиваете, как такое количество страниц набрать? На самом деле, совершенно нормально они набираются, когда люди на тот же самый курс приходят и говорят там 400 страниц, безусловно, пугающая цифра, но некоторых людей пугает даже 200 страниц кандидатская, там 150-200 страниц, и они там думают, как же делать, как же быть. Но когда мы рассматриваем, как это делать, у некоторых людей прямо на курсе появляются значительные куски текста, у нас есть лидер в этом смысле, человек, у которого в рамках курса появилось практически 100 страниц текста. Да, он там был в каких-то разрозненных частях, но он превратился в текст, поэтому нормально они рождаются. Но это правда в тот момент, когда у нас курс продолжался 8 недель, но тем не менее. Написать авто или указать свою фамилию автор. Мария, нужно указывать безусловно, давать на себя ссылку, как будто вы даете ссылку на другого автора. Какую группу вы разместите, я ответила. Татьяна, много страниц. Причина в том, что платить 80 тысяч за 3-5 страниц нерентабельно. Мария Генриховна, я в данном случае про экономику вопроса тоже рассказываю на курсе. Во-первых, есть бесплатные публикации, это действительно так, они действительно есть. Когда меня начинают убеждать, что нет в моей специальности, нет бесплатных публикаций, почему-то, когда я присоединяюсь к этому вопросу, публикации бесплатные находятся. Там есть свои особенности, но тем не менее. От этого изменится стратегия немножко подготовки к публикации, но тем не менее. Поэтому экономим по-другому. Ссылку на группу дала. Очень полезно в статьях писать всю новизну или часть оставлять для диссертации. На самом деле новизну нужно опубликовать. Просто вы в диссертации, может, просто вы же ее публикуете в статье как идею, а в диссертации там еще важна формулировка новизны. Поэтому вот как она у вас будет сформулирована в диссертации, в статье так публиковать не надо. А саму идею, конечно, в статье нужно озвучить. Спасибо, спасибо. Друзья, вам большое спасибо. Для меня очень ценно, что вы были со мной. Так, так, так. Да, материал выложу. Мне не жалко его. Таких скопус на английском, их на русском в диссерт можно приводить. Юлия Витальевна, прекрасный вопрос. Вот он не возник сегодня, этот пример, в процессе вебинара. Не надо так делать. Почему? По крайней мере, если вы так сделаете, ссылку на себя все равно поставьте. Почему? Потому что у антиплагиата есть потрясающий модуль переводных заимствований. Когда вы берете текст, например, на английском, и не только, кстати, на английском языке, переводите его, вставляете в свой, не ссылаясь, программа это увидит. Поэтому здесь обойти вам не удастся программу. Сами себя накажете, что называется, не сославшись на себя. Полезно. Следующая тема тоже интересная. Буду ждать. Наталья Владимировна, отлично, приходите. Зоя Владимировна, а это что за ситуация, когда ближе к 700 страницам это что-то совершенно невозможное? Да, на следующий семинар приходите. Так, вопросы еще отвечаю, если есть. Так, если статья направлена для публикования в журнал, но содержание этой же статьи с изменениями являются содержанием доклада, который был сделан, но впоследствии его опубликовали в сборнике. О, вот эта ситуация, Марина Генриховна, тоже прекрасный вопрос. Есть ситуации, когда даже статья может быть ретроагирована, но не по вине автора. То есть, вообще-то, когда публикуется ваш доклад или еще что-то, у вас, как у автора, должны были спросить, можно его опубликовать или нет. А так как ваш доклад опубликовали, вероятно, раз вы не знали, без вашего разрешения, то ваши авторские права нарушили не вы, а те, кто сделали публикацию. Поэтому здесь нужно, конечно, этим вопросом заняться. Но чтобы вот сейчас в эфире не занимать это время, вы можете мне написать на почту, я вам просто, я сейчас открою слайд, а, ну вот он есть на слайде, мой адрес, написать, если вы не знаете, как в этой ситуации поступить, я вам помогу. Так, сборник материалов конференции, это не научный труд. Почему? Это научный труд, это научная публикация. Если сборник материалов конференции опубликован официально, мы с вами, когда говорили о том, что такое монография, какая монография вам будет зачтена, а какая монография не будет зачтена, я там все важные вещи говорила, сейчас просто пересказывать не буду. То есть если этот сборник ездит официально, он имеет СБН, он размещен, он разослан и так далее, это абсолютно официальный научный труд, он войдет, эта публикация спокойно войдет в ваши публикации к диссертациям. К тому же доклад несколько отличается по системе, оформлению по структуре. Оформление особого значения не имеет, понятно, что проверку проходит текст, поэтому здесь достаточно сложная ситуация, если нужно помочь с ней разобраться, то напишите мне, я подскажу где и как это сделать. Объем диссертации такой получился. Зоя Владимировна, режьте ее, режьте смело эти 700 страниц, а какая у вас специальность, это я вам сейчас так скажу, режьте смело. Редко когда специальности у кого по 2 тома, то есть если у вас 700 страниц, у вас должна быть диссертация, нет, я на память-то так не знаю все научные, но это видимо педагогика у вас какая-то раз 13 начала, но вот видите, немножко я помню, но 0,8 я не помню, что это такое, какой конкретно раздел в педагогике. Но в педагогике не обязательно такую работу иметь, зачем она вам такая огромная, вам будет сложно ее защищать, сложно не с точки зрения объема, а с точки зрения профобразования. А вы знаете, в какой диссертационный совет вы поедете? Там вообще такие диссертации принимают? И там такие диссертации принимают? Ну, если да, то делайте 2 тома, а вообще, конечно, ну вот, вот, понимаете, мой пример конкретный, когда я приехала на... Друзья, если кому-то нужно бежать, совершенно спокойно можете нас покинуть, я просто хочу... У меня такая очень интересная ситуация, 700 страниц диссертации, это, конечно, круто. Вот, поэтому я хочу ответить. Если вам это интересно, то слушайте, если нет, то без обид, абсолютно я с вами прощаюсь. Прекрасного дня, прекрасного вам времени до нашей следующей встречи, и увидимся. Зоя Владимировна, смотрите, ситуация может быть следующая, что такого объема диссертацию просто не примет ваш диссертационный совет, для того, чтобы вам узнать, принимают или нет, вам нужно посмотреть, какие работы через этот диссертационный совет проходят. Вот, поэтому может случиться так, что ваши старания абсолютно напрасны. И свой пример хотела привести, когда я проходила процедуру предварительного рассмотрения своей диссертации, ну, зовем это предзащита, хотя это не совсем правильный термин, но тем не менее, да, для того, чтобы как-то понятнее было. Я делала это еще с одной докторанткой, и там произошла такая ситуация, при которой работу попросили существенно сократить. Хотя работа была прекрасная, сильная, много очень публикаций, классный автор, все замечательно, но показалось диссертационному совету, с их экспертного мнения, что слишком большая диссертация, этого не нужно. Поэтому посмотрите, это очень важно. Да нет, я не думаю, что читать лень было. Не в этом дело, просто, ну, есть определенные, все равно регламенты, вот, представляете, 700 страниц, это сколько там новизны должно быть, чтобы диссертация была на 700 страниц. Ну, сами просто себе вопрос такой задайте. 550, нормальный, у меня 450, нормальный объем. 700, это уже два тома полноценных. Ну что, встретились докторанты, да, вам обсуждать свои дела, свои особенности. Друзья, еще раз благодарю вас. Мне было приятно с вами пообщаться. Встретимся на следующем вебинаре. Если придете на курс, буду тоже очень рада. Всего доброго, до свидания.